Начало новой эры. После решения США и НАТО вывести из Афганистана свой контингент, территорию страны уже покинули солдаты Бундесвера. Они были направлены в Афганистан после терактов в США 11 сентября 2001 года. Вывод войск завершает Великобритания. США полностью выведут свои войска к концу августа. Почти 20-летний опыт показал нам, что еще один год боевых действий в Афганистане — это не решение проблемы, а затягивание пребывания в стране на неопределенный срок. Афганцы должны сами заботиться о будущем своей страны. Спустя почти два десятилетия после начала военной операции в Афганистане авиабаза НАТО в Баграме, это 65 километров к северу от Кабула, теперь переходит под контроль местных сил безопасности. Джо Байден, подводя итоги миссии в Афганистане, напомнил, что за 20 лет погибли почти 2,5 тысячи американцев, более 20 тысяч получили ранения. Уже сейчас в Афганистане у нас служат люди, чьи родители в свое время тоже проходили службу в Афганистане. Я не намерен отправлять в Афганистан еще одно поколение американцев, если на то не будет веских причин. Пребывание немецкого контингента в Афганистане стало самой дорогостоящей зарубежной миссией в истории Бундесвера. По данным правительства ФРГ, ее общий бюджет составил 18 миллиардов евро. В свою очередь, Вашингтон пообещал и дальше помогать Афганистану. Здесь останутся до тысячи солдат и офицеров США. Мы продолжим оказывать гражданскую и гуманитарную помощь, а также защищать права женщин и девочек. Я намерен сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане, и мы тесно координируем свои действия с нашими международными партнерами, чтобы и дальше обеспечивать безопасность международного аэропорта. О выводе войск США и их союзников из Афганистана стало известно в конце апреля. А уже в мае талибы перешли в наступление. В ходе боев с Талибаном более полутора тысяч афганских военнослужащих в июле бежали на территорию Таджикистана. Душанбе надеется на помощь организации договора о коллективной безопасности в защите южной границы.